В повестку очередного пленарного заседания парламента республики вошли более 60 вопросов. В начале заседания народные избранники решили кадровые вопросы. И самый главный был связан с кандидатурой на пост председателя правительства Якутии. Подробности у Юлии Михайловой. Премьером Якутии стал уроженец Ярославской области Евгений Чекин. В начале трудового пути он работал врачом скорой помощи, затем переучился на финансиста. Уже в этом качестве был замечен как перспективный управленец нового образца. И приглашен на работу в Якутию в 2011 году. И сразу взялся за внедрение нового инструмента совместной работы государства и бизнеса – государственно-частного партнерства. На сегодня 17 проектов внедряются в жизнь. Общая сумма привлеченных финансов – 11 миллиардов рублей. Также он стоял у истоков внедрения других новинок в мире финансов и инвестиций. Как венчурная компания, агентство инвестиционного развития, технопарк Якутия, корпорация развития Республики Саха-Якутия, Торкангаласа и Тасер Южная Якутия. Депутаты подробно расспросили Евгения Чекина по его видению дальнейшего социально-экономического развития Республики. Кандидатура на пост председателя правительства Евгения Чекина определена как кандидатура нового формата управленца и руководителя. Ну, соответственно, мы надеемся не на стабильность, а на развитие. Будущему председателю правительства принять соответствующее распоряжение, заняться вопросом в связи с вступлением в полную силу договоров Всемирной торговой организации, ряд больших ограничений вступает в силу. Как готовы к этому республику провести полномасштабное такое совещание и выработать ряд мер? Я сразу поддержал эту кандидатуру. Почему? Потому что человек в самом расцвете сил видит со стороны проблемы республики, имеет опыт в экономике. Как бы сегодня ни говорили, деньги решают все. Если мы будем зарабатывать деньги, значит будет развиваться республика. Итак, в результате тайного голосования за Евгения Чекина проголосовали 46 депутатов. Против 12 воздержались 4 депутата. Как сказал новоиспеченный премьер, революции никто устраивать не будет, но отметил, что в повестку войдут и кадровые вопросы, инновации в области усовершенствования подходов по структуре правительства республики. Но в первую очередь все силы будут брошены на формирование бюджета республики на предстоящий 2017 год. Здесь сложность будет связана именно с тем, что мы на текущий момент формируем мероприятия в формате трехлетнего бюджета в отсутствии стратегии. Но учитывая, что команда работает уже давно, соответственно, приоритеты и основные ключевые направления были проработаны, разработаны ранее, я думаю, что существенных изменений в направлениях работы точно не будет. Будет лишь корректировка с учетом обстоятельств текущего времени, соответственно, с точки зрения повышения эффективности нашей работы, работы правительства, работы республиканских институтов развития. Юлия Михайловна, Василий Соловьев, МВК Саха, Якутск.